Винил старой гитары, на стенах постеры и фотографии. В гостях у хозяина дома, лидера новосибирской группы Пути Александра Чиркина, побывали практически все звезды сибирского рока. Сам он называет этот обычный частный дом Путихаус. Здесь рассказывает гитарист история в деталях. Гвоздь, вбитый в потолок, помогал создавать ощущение полных стадионов. На него тогда еще начинающие рок-музыканты подвешивали железный таз и кричали туда свои песни. На аудиозаписи звук получался как с открытой площадки. Для эффекта аплодисментов была своя хитрость. В ней таз микрофон ставят, сливают воду, и там получается такой... Как бы знаешь, как на стадионе толпа там... Сами слушали, да, круто, круто. Ну и альбом, разумеется, каждая репетиция новый альбом, как Чукчи. Не хватало инструментов. Сибирский рок создавался буквально вскладчину. Музыканты делились друг с другом барабанными палочками, струнами и гитарами. Но главным инструментом, считая Чиркин, в то время была смекалка. Обойти цензуру и так называемую литовку у партийных работников было непросто. Провокационные тексты исполняли едва ли не подпольно. А попасть на концерт было практически нереально. Даже если он был официальным. За исполнителями тщательно следили. Первое наше выступление было в Академгородке. Там какой-то фестиваль был. Мы вышли, и мы, короче, как размазали себе морды гуашью, типа а-ля кис. Волосы, помню, какая-то краска флуорицетная. Ну, такая вонючая там вообще караул. И вот стоишь, ну, это, короче, мы на сцену вылезли. А там капсомольцы-организаторы посмотрели, и сразу нам звук отключили. Все. Мы стали дико популярны, потому что как нифига себе, чуваки. То есть нафиг я буду фирмачей смотреть, когда наши такие же, если сибири, это те же фирмачи. В том числе из таких эпизодов, рассказанных уже кемеровскими музыкантами, Михаил Багаев создает энциклопедию кемеровского рока. Туда обязательно войдут и современные истории. К примеру, о фестивале «Песни Свердловского рока», которому сейчас готовятся на Кузбассе, и воспоминания прошлых лет об атмосфере конца 80-х. Это была все одна единая тусовка. И интернета, разумеется, не было. Но все как-то умудрялись постоянно общаться, поддерживали связь. То есть и Егор Летов здесь постоянно тусовался, и Янка Дягилева сюда приезжала. И как бы здесь вот все друг у друга, как бы, шла взаимосвязь. Одна из самых мощных панк-группировок всей Сибири в Томске. Первые группы появлялись в 70-е. Сцена формировалась в 80-е. Все жанры. От гаражного панка до арт-рока. Это легендарные в своем роде дети Абруба, передвижные Хиросимы, Будни Лепрозория. Эти коллективы были известны по всей стране. Но даже на далеких от панка музыкантов сильно влиял однозначный лидер сибирской сцены Игорь или Егор Летов. Его песня до сих пор в эфире радиостанций. Он действительно оказал колоссальное влияние на всю, наверное, российскую рок-музыку, которая сравнима, ну не знаю, отчасти можно с Куртом Кобейном сравнивать или еще с какими-то такими вот фигурами в западной музыке, которые тоже перевернули все представления. Вот Егор Летов где-то такую же роль сыграл. С Кобейным его сравнивают и омские музыканты. Сейчас, спустя 9 лет после смерти Летова. Вечера его памяти собирают людей в барах по всей стране. Каждый признается. Гражданская оборона – это не музыка, а образ жизни. Протестное настроение и стиль, который только украшает грязное звучание сибирского панка. Даже сам Егор Летов говорил, музыка его никогда не устраивала. Человек был прямо вот поглощен в процесс вот этого всего. Просто на тот момент, когда они создавали все это, ну не было еще той техники и аппаратуры, которая могла бы как бы воссоздать то, что они хотели. Главное отличие сибирского панка и рока от музыки Москвы, Ленинграда и Свердловска – это независимость. Омские и новосибирские группы нельзя назвать коммерческими проектами. Не было цели заработать на музыке, продаже кассет или пластинок. Записи и вовсе делались в домашних условиях. Даже после признания музыканты гражданской обороны не записывались в специальных студиях. Вообще, домашняя обстановка, квартирники – все это атрибуты сибирского рока, который остается популярным и сейчас, но не у всех. Такой рок нужен в основном относительно взрослой молодежи, то есть молодежи от 20 и выше лет. То есть совсем молодежка, там 14, 15, 18 лет, она уже не слушает такую музыку, она слушает музыку более альтернативную, так сказать. Алексей Ловецкий несколько лет играет гражданскую оборону. В музыке, которую считают песнями трех аккордов, он находит невероятную мелодичность, а главное – тексты, которые писал Летов. Его он считает выдающимся поэтом, а группу – самым известным коллективом Сибири. Для меня шоком было, на самом деле, когда я увидел выступление Месси Фатак, ну, это известные музыканты всемирные, да, они в 12-м, по-моему, если не изменяет память, году на выступление спели «Всё идёт по плану», при том, ну, то есть, понятное дело, что они не понимали, о чём они поют, но они, во-первых, перевели, пустили это на большом экране в виде субтитров, они пропели всё это так, как должно звучать по-русски. Дмитрий Ковалёв, Остап Григориян, Статьяна Салимова, Ольга Маховская и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск.